Добрый вечер! Сегодня поговорим о храме, который собираются построить в микрорайоне, вот в парке Дружба. Под него уже вырубили небольшую рощицу, собираются перенести северные ворота парка и даже расположенный канализационный коллектор. Скажу сразу, что мы не против никаких религий и не против никаких культовых сооружений. Главное, чтобы все делалось прозрачно, законно и происходило, так сказать, у всех на глазах. Мой гость сегодня депутат городской думы Сергей Завьялов. Здравствуйте, Сергей Владимирович. Здравствуйте. Поговорим с вами, потому что вы этим вопросом очень, так сказать, предметно и пристально интересуетесь и требуете много информации у мэрии. Но так как ни мэрия, ни епархия подробно не комментируют, будем говорить с вами на эту тему. Скажите, пожалуйста, решение о строительстве храма здесь уже принято окончательно и бесповоротно? Ну, насколько я понимаю, да. Выделено часто, безвозмездное пользование под строительство храма Святой Блаженной Ксении Петербургской. Сейчас прорабатывается проектная документация. Я так понимаю, в скором будущем появится разрешение на строительство и храм будет, как я понимаю, построен. Понятно. Вопрос с переносом ворот уже решен, так мы поняли, да? Теперь задача перенести коллектор или там сооружение, которое находится на территории, предполагаемой под строительство этого храма. Что на самом деле, вот что там расположено? Коллектор это что такое? Что расположено на этой территории? Прямо по участку, судя по схеме, которую мне вчера предоставили на рабочем совещании заместителем мэра Владимир Александровичем Константиновым, для понимания ситуации, что там происходит, мы запросили в рамках комитета по экономике ЖКХ полную информацию, то есть проект, разрешение. То есть это уникальный документ, который еще простые люди не видели? Да, но поскольку эта процедура довольно-таки длительная, предусматривает 30-дневный ответ, вчера просто стоялась рабочая встреча, где мы пообщались, мне предоставили схему, согласно которой, да, действительно, проходит коллектор прямо по участку, который предоставили под строительство храма. То есть предлагается этот коллектор, так скажем, немножечко видоизменить, для того, чтобы построить здание, он обойдет здание, да, то есть если... То есть вот это здание, вот это коллектор, да, предполагается вот так вот его обойти? Со слов администрации на это не потратиться, для меня это очень принципиально, бюджетные деньги. Со слов администрации это будет проведено в зимний период, и со слов администрации наши жители не должны почувствовать на себе никаких неудобств. Ну, как бы, как оно будет на самом деле, это большой вопрос, будем вместе с вами внимательно наблюдать. Я вас также приглашаю на заседание ближайшего, которое будет проведено, заседание комитета по экономике собственности ЖКХ, где будет очень подробно рассматриваться этот вопрос. Я вас уверяю, что мы его без внимания никак не оставим. То есть этот вопрос уже внесен в повестку заседания, он точно будет? Да, ну, поскольку мы написали обращение к администрации, они обязаны ответить, и мы этот вопрос обязательно будем рассматривать. Смотрите, коллектор, да, что такое коллектор? Ну, вот как объяснял Александр Михайлович Калядин, который, в общем, не чужой человек, да, в сфере ЖКХ города Благовещенска, бывший мэр. Коллектор это огромное инженерное сооружение, которое строилось вместе с микрорайоном, и все эти инженерные там выводы предусмотрены и сделаны так, что уже как бы, ну, вот оно родное для этого микрорайона. Я не помню ни одного случая в городе, чтобы такое крупное инженерное сооружение переносили или видоизменяли только потому, что там будет построен какой-то объект. Вы это можете вспомнить в городе Благовещенске? Ну, во-первых, я... Для этого железные основания нашли. Совершенно верно. Во-первых, я хочу сказать, что Александр Михайлович Калядин, наверное, лучше, чем он. Коммунальную инфраструктуру города, наверное, не знает никто. Тем более, если касается коллекторов, он долгое время возглавлял и город, и водоканал. Во-вторых, я хочу перед ним от лица депутата в городской думе извиниться, когда ему на общественное слушание, вернее, на заседание городской думы, когда решался вопрос о отмене прямых выборов мэра, мои коллеги, к сожалению, не дали ему даже слова, мне за них было очень стыдно. Поэтому, извините, пожалуйста, я, как бы, как если вы видели, голосовал против этого решения. Вот, я с вами полностью согласен. Если отвлечься от темы, что это именно храм и, как бы, дело благое, давайте представим на секунду, что это любое здание, его бы точно, я уверен, не согласовали. Именно по этим же самым причинам, которые мы с вами обсуждаем. Такой глобальный перенос коллектора, ну, в принципе, и дальше вопросов очень много возникает. Это земля, по сути, уже земля-епархия, безвозмездное пользование перенос. То есть, в любом случае, коллектор пройдет по земле-епархии. Совершенно верно. Дальше что? На чей баланс будет поставлен этот коллектор, да, вот эти сети? На баланс города, как они могут находиться на земле, не принадлежащей городу? Кто будет обслуживать эти сети? В случае аварийной ситуации, как это будет выглядеть? Вопросов очень много. Скажите, пожалуйста, вот, на мой взгляд, прежде чем принимать такое любое решение, должна заседать большая комиссия. То есть, да, должно быть, не скажу, что это с людьми должны обсуждать, с горожанами, хотя это тоже очень важно. Но должны работать инженеры, да, должны работать какие-то строители, проектировщики и так далее, финансисты. Это все было? Была комиссия, которая решила, да, можно, делайте. Если она и была, то мне, как депутату городского дома, об этом ничего не известно. И я вам скажу, что это не первый случай. Это уже сложившаяся практика в администрации города. И сложилась она, как я понимаю, даже не сейчас, а очень давно, когда вся большинство информации, которая интересует жителей нашего города, замалчивается. Я могу вам много примеров привести. Самый такой горячий на слуху – это вопрос по ОКС. Только с момента избрания сентября прошлого года группа депутатов, в том числе ваш покорный слуга, практически на каждом заседании Горискуду мы поднимали вопрос. Уважаемая администрация, скажите, наконец, пожалуйста, какая ситуация у нас с ОКС? Это действительно вопрос, который волнует, ну, скажем так, не побоюсь этого слова, большинство, да, горожан. На что нам всегда, как бы, отвечали, официально даже есть ответ заместителя города Благовещенска, что вопрос распоряжения муниципальным имуществом не входит в компетенцию депутатов. Да, грубо говоря, нам сказали, не ваше дело, да. Могу с радостью констатировать, что на прошлом заседании удалось все-таки внести обсуждение этого вопроса в повестку следующей городской думы. Давайте к храму, потому что резонансное дело, да, такой резонансный вопрос. Вот смотрите, значит, исполняющий обязанности министра внутренней информационной политики области Валентина Швец, вот отвечая на вопрос, на запросы, сказала о том, что, значит, по поводу финансовой стороны вопроса, строительство храма, в том числе перенос канализационного коллектора, будет осуществлен за счет средств Благовещенской епархии. Сколько денег потребуется на это? Ну, насколько я понял со вчерашней рабочей встречи, для меня это тоже вопрос очень принципиальный. В наше время, когда бюджет города в очень непростой ситуации находится, переносить коллектор за средства городского бюджета – это непозволительно. И мы сделаем все, чтобы этого не было. Как говорят представители администрации, действительно, это будет произведено, это строительство за счет инвестора, то есть застройщика, епархии, субподрядчик или подрядчик уже определен, якобы строительство вот этого обводного коллектора состоит порядка 6 миллионов рублей. Так, погодите, 6 миллионов, да? Как может быть определен субподрядчик, подрядчик, когда читаю дальше ответ, значит, Валентина Швец, о том, что отсутствует сейчас финансовая, на данный момент говорить о сроках выполнения работ, финансовых затратах при переносе данного коллектора невозможно в связи с отсутствием проектной документации в администрации Благовещенске? Ну, я могу ответить на этот вопрос, когда администрация предоставит нам на комитет полную информацию. На сегодня у меня кроме вот этого плана производства работы, скажем так, и личной беседы с заместителем мэра города Благовещенскому, у меня информации полной нет. Я вас еще раз приглашаю обязательно на заседание комитета, мы очень внимательно будем следить за всей этой ситуацией. Еще раз повторюсь, что даже дело не в храме, как таковом сооружении. Мы все люди верующие, но тут много вопросов возникает. Ну, большинство. Хотя, кстати, сейчас тоже многие конфессии другие задают справедливые вопросы, а почему нам не даете землеподстроительство других религиозных зданий? Почему на Ленино-Чайковского здание уже сколько лет стоит и не используется наша епархия? Почему там не построили? Ну, там вопрос с таксопарком какой-то непростой, а здесь оказалось проще. Ну, построите чуть меньше здания. Начните строить храм, если, я думаю, с таксопарком вопрос решить. Смотрите, вопрос про цены. Давайте еще раз. Вот смотрите, вы сказали о 6 миллионах, что уже определен подрядчик. Я даже слышала такие разговоры, что подрядчик уже даже материалы купил, и тоже слышала эту цифру 6 миллионов. Опять вернемся к интервью Александра Михайловича Калядина, который сказал, что его подсчетом это будет стоить миллиард полтора. Да, ну, то есть, как бы, вот, где все, это очень разные цифры. 6 миллионов и полтора миллиарда. Когда будет понятно, сколько это будет стоить денег? Опять же на комиссии? Ну, как видим, как я думаю, что когда появится проектно-сметная документация в натуральном виде, когда можно будет на нее взглянуть, там обязательно должна быть и сметная стоимость. Но Александр Михайлович, наверное, имел в виду замену всего коллектора на самом деле. Сейчас, судя по этой схеме, речь идет о замене 120 метров. Поэтому, ну, чтобы не быть голословным, я сразу скажу, как житель города, я не сторонник этого строительства, я четко против и уже сказал почему. Потому что для, если действительно церкви нужно построить храм в микрорайоне, то можно было найти другое подходящее место, не менее хорошее, чем данное. А по этой стройке что мы получим дальше? Сейчас народное, у нас такое противодействие от народа, очень живо обсуждается эта тема. Что дальше? Пускай администрация, скажем так, не послушает жителей, что мы получим? Ну, зайдут туда экскаваторы, выйдут люди с плакатами. И в этих условиях мы будем там строить храм. Ну, я не знаю, как на это смотрит церковь. Ну, смотрите, если к людям, да, вот последний опрос на Муринфо, более 62% участников, это почти на сегодняшний день, это почти 2000 человек, вы сказались против строительства храма в этом месте, как вы уже сказали, да? Вот скажите, пожалуйста, ваше мнение, как депутата и как человека, будут спрашивать при принятии этого вопроса на заседании, там, Думы, я не знаю. Вообще мэрия должна обсуждать этот вопрос и утверждать этот вопрос депутатами или нет? Или это ее полномочия? Ну, по всем вопросам. Если по полномочиям, да, это в ее полномочиях. Но если, скажем так, этические моменты, если даже депутата в городской думе не спрашивают, ну, я думаю, и жители тем более не спросят. Мы с вами вместе выступали на общественных слушаниях по отмене выборов мэра, ну и что нас там сильно с вами послушали? Давайте еще к этой схеме, да, скажите, пожалуйста, вот судя по ней, да, где будет проходить, где Новотроицкое шоссе? Вот это, да? Да. Вот это Новотроицкое шоссе. То есть вот это вот, если судить по этой схеме, то перекрывать движение, и коллектор не будет выходить, да, на Новотроицкое. Ну, судя по схеме, затронул только тротуар. То есть, в принципе, паралича вот этого, да, или как называют, не должно случиться, дорожного, как говорят, да, что перекроют Новотроицкое шоссе на неопределение. Если реальное строительство будет совпадать с представленной схемой, то в моем понимании нет. Скажите, а вы как депутат делали запрос в епархию по этому поводу или нет? Это не наша компетенция, я думаю, что из такого ваше. А почему не ваша? Вы как гражданин, как депутат можете это сделать? Почему нет? Хорошо, я воспользуюсь вашим предложением. Попробуем. Спасибо. Значит, следующий виток обсуждения, это будет уже на депутатской комиссии. Спасибо вам большое за то, что пришли и рассказали нам какие-то подробности, которых мы не знали, и только благодаря вашим запросам к заместителю мэра появилась какая-то конкретика в этом моменте. То есть где будет коллектор, что это будет и каких денег это будет стоить. Мы обсуждали сегодня строительство храма, предполагаемое строительство храма в микрорайоне, перенос коллектора и все вопросы с этим связаны. Наш гость сегодня депутат городской думы Сергей Завьялов. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо.